Весенние советы от стилиста. 5 марта десногорцы собрались у памятного знака, установленного на месте бывшей деревни Серебрянка, чтобы почтить память безвинно убитых мирных жителей в 1942 году. На этом месте 73 года назад протекала тихая речушка с поэтическим названием Серебрянка, вдоль которой и располагалась одноимённая деревня. Бомбить Серебрянку начали уже в самом начале войны. Шли последние числа февраля 1942 года. Партизанская группа отряда имени Лозо, командир Кузубский, расстреляла немецкий обоз. Партизаны не успели вывезти жителей в деревню Савеева, где находилась одна из баз отряда. 5 марта пришли каратели и жестоко расправились с теми, кто на тот момент оставались в деревнях Серебрянка и Кукуевка. Все были закрыты в помещении склада. В огне погибли 19 человек, в числе которых были дети и старики. Фашисты никого не пощадили. Знак в память о жителях деревни, заживо сожжённых фашистами, был установлен 8 мая 2001 года. С тех пор ежегодно у каменного валуна с мемориальной табличкой проходят митинги и возлагаются цветы. КОНЕЦ Эта память должна всегда оставаться с нами, потому что она указывает нам на те ужасы и лишения войны, когда гибли не только военнослужащие, но также мирное население. И та работа, которая проводится вами, молодёжью, общественными объединениями, военно-патриотическими клубами, поисковыми отрядами, она как раз таки направлена на то, чтобы каждое последующее поколение получало те знания, которые вы им передаёте, об этих ужасах и лишениях войны. И пока мы будем помнить о том, что сделали для нас наши деды, прадеды, труженики тыла, не только те, кто был на передовой, а также узники лагерей, которые всё это видели, мы должны о них помнить и передавать последующим поколениям. И тогда вот эти ужасы фашизма не повторятся на нашей земле, на нашей родине, чтобы та цена, которую заплатили наши деды и прадеды, она не была зря, теми миллионные жертвы. И поэтому наша с вами цель продолжить эту работу по военно-патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения и по передаче памяти о тех ужасах и лишениях той войны. Всегда мы 5 марта проводим на этом месте, на месте захоронения невинно убиенных в деревне Серебрянки, субботник. Субботник проводится силами молодёжного нашего центра и, конечно же, общественными объединениями. В первую очередь это поисковыми отрядами. Высота, обелиск. Мы всегда надеемся на эту помощь, ребята с удовольствием помогают. И, как видите, сегодня здесь же чисто, убрано. И в течение года мы стараемся поддерживать этот памятник в чистоте, чтобы люди приходили, отдавали дань, могли возложить цветы и венки на это место святое для нас. В преддверии прекрасного весеннего праздника общественники Десногорска поздравили уважаемых женщин, ветеранов Великой Отечественной войны. Наша съёмочная группа побывала в гостях у Октябрины Андреевны Кононенко и Анны Степановны Ивашковой. Сердечные слова поздравлений и бесконечной благодарности за их ратный трудовой подвиг звучали от боевого товарища, ветерана Великой Отечественной войны Николая Кирилловича Тимофеева, начальника ОМВД России по городу Десногорску Олега Фёдоровича Косова, военкома Десногорска Сергея Владимировича Сибилёва, депутата Десногорского городского совета Максима Олеговича Джуганя, представителей городского комитета солдатских матерей. Хочу поздравить с уступающим международным девчим днём 8 марта. Пожелать, конечно, любви, тепла, всего-всего хорошего, здоровья. Разрешите мне вас поздравить с уступающим праздником 8 марта от всего нашего коллектива. Желаю вам прежде всего, это, конечно, здоровья и здоровья. И как бы осталось от себя прекрасное, доброе и отзывчивое. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Михайловна Рожкова поздравила с праздником и свою надёжную помощницу члена комитета, мать погибшего воина-интернационалиста Руфину Павловну Першину. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям с наилучшими пожеланиями. С праздником, милые женщины! На улице Капели пахнет весной. Женщины с каждым днём расцветают и хорошеют. В канун Международного женского дня каждый хочется быть самой красивой и неповторимой. Что актуально этой весной? Десногорским красавицам даёт советы стилист-парикмахер Ирина Александровна Киселёва. Весна пробуждает в каждой женщине что-то поменять в себе. И, как обычно, это касается прически. Красивая прическа – самый приятный показатель того, что у вас есть вкус, и вы представляете, как его правильно применить. Стрижка – это основная часть нашего вида. На ней основывается ваша укладка. Либо прическа, правильно подобранная и состриженная длина волос – это первая ступень к совершенству и уверенности в себе и своём обаянии. В 2015 году снежка Боб практически не выходит из моды. Она просто слегка видоизменилась. Стилисты обратили виды на моду 20-х годов. Укороченные пряди едва достают подбородка. Каре – это вечная классика. И в этом году это также очень актуально. Один из главных трендов 2015 года – это рваные стрижки. Но, если женщина не желает рвать волосы по всей длине, то рекомендуется просто слегка сделать асимметричную, облегчённую чёлочку. Как правило, такая чёлочка может сделать женщину моложе на добрых 5 лет. Не забудьте подчеркнуть выбранную модель прически модным оттенком. Модный цвет волос 2015 года должен иметь тёплый оттенок. Для каждого цвета волос имеется свой оттенок. Брюнеткам рекомендуется цвет горячий шоколад. Но они могут также использовать сами и регулировать этот цвет тёплыми или более светлыми оттенками. Модный оттенок карамельный. По сути, это оттенок русово, но более богаче. Золотистый каштан. Все очень любят, кто любит рыжие оттенки. Он гармонирует с любым цветом глаз. Также блонд в этом году актуален, но только он лишается холодных подтонов. А больше получает красивый оттенок, который называется клубничный блонд. Оттенки орехово также интересны в этом году. И ещё, можно сказать, золотистые русые цвета. Вот всё это актуально в этом 2015 году. Дорогие женщины, поздравляем вас с этим первым весенним праздником, днём 8 марта. Это особенный день, особенно для каждой женщины. Оставайтесь всегда женственными, милыми, красивыми и обаятельными. Пусть весна придёт к вам в дом с хорошим настроением, с теплотой и любовью родных и близких вам людей. Каждая женщина от природы прекрасна, но иногда ей просто жизненно необходимо расслабиться и привести себя в более надлежащий вид. Мы делаем всё для того, чтобы выглядели ещё краше и прекраснее. С праздником вас, дорогие женщины! Всего вам самого наилучшего! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова